Доброе утро, едим в Амстердам. Мы едим вторым классом, потому что сумок нету, но мы забронировали места, чтобы наверняка 5 евро за место в одну сторону. И мы взяли билеты туда-назад, чтобы в очереди не стоять, не бегать. Вот, три часа езды от Оснабрюка. Поснимаю немножко в Амстердаме. Я большой разницы не вижу между первым классом и вторым, если честно. Амстердам, вокзал в Амстердаме, там королевский герб. Погода, пока что классно, нету дождя, тепло, где-то 18 градусов, короче. Мы боялись, потому что погода передавала, что будет дождь, так классно, какая-то атмосфера другая, классно. Хочу сюда на пару дней. Так, потом поснимаю еще солнце, прям в камеру. Мы вышли около Хенникен, пивоварни. Они переехали, потому что они очень разрослись. Это старая их, не оригинальная пивоварня. Здесь музей, наверное, можно и попробовать там. И мы идем на маркет кушать селедку. Здесь где-то маркет. Дочка все запланировала, я за ней. Какие собаки, такие собаки. Я муртат. Ох, чёп. Такой большой тут Хенникен. Молодцы, конечно. Погода, нам так повезло, и куртку сняла в руках. Просто шикарная погода. Это обалдеть. Нам повезло конкретно. Обычно дождь идет, когда мы куда-то едем. Здесь круизы. Здесь везде круизы. Но у нас билет входит в канал, и мы утром поедем. Сейчас нет. Надо еще пойти покушать. Какой-то их ресторан местный. Голландскую еду. У нее там список есть, что надо, какая еда их национальная. Никогда не ела ничего, только пончики. Вот пончики ела, больше ничего не ела. Ну и вафли, по-моему. Два или три квартала от Хенникен музея. Можно посидеть, покушать. Но мы идем селедку. Хочу попробовать эту их знаменитую селедку. Если найдем, конечно. Потому что можем не найти. Грибы все как надо. Ну, селедкой пахнет. Рыбой пахнет. Овощи снимают. Ничего такого интересного. Деликатеса. Такой рынок. Нашли селедку. Карточки не принимают, но есть наличка. Сейчас попробуем. Я хочу вот эту такую селедку с без хлеба. Я взяла себе без хлеба, а она с хлебом. Это 4 евро с хлебом. Там две рыбки. А у меня диета. Фул фиш. Я сейчас попробую. Какая она вкусная. Ням-ням. Миру соленая, нежная. Ой, такая классная рыба. Очень вкусно. Здесь начало этого маркета. Если ставить. И он первый. Такая рыба классная. Боже. Самая вкусная селедка, что я кушала. Она такая нежная. Она чуть-чуть соленая. Это как... Ой, такой свежечок. Очень вкусно. Сейчас ищем вафли. Оригинальные вафли. Ой, такая рыба классная была. Я бы еще взяла, но надо место для еды. Тут всякие. Вот эти прикольные. Я хочу кюлпаны купить. Я покупала кюлпаны здесь. Деревянные. Хочу докупить. Топочки. Короче, такой рынок. Надо было за селедкой иди сюда приехать. Попробовать. Так вкусно было. Когда смотришь фильмы, там видео по поездкам туристические, там их как бы много этих мест, где рыбу продают. Я что-то не видела. Мы просто на автобусе были, еще не гуляли. Купила мелкую кубничку такую, маленькую. Евро 75 за 1 или 3 за 2. Я ему 2 евро дала, чтобы эти копейки тяжелые собирать. Пусть такая. С запахом. Нашли мы эту оригинальную их вафли. Вот оттуда пришли. Там курицу продают. Так хорошо пахнет. Вот это вот оригинальную. Вот это вот оригинальную. Сейчас попробуем. Надо попробовать. Купили два таких. Я 2 банки купила с ними. 2 коробки. Запретила, по-моему, 19 евро. Такие вкусные. Он говорил, что его отец в 70-х годах. Такая вкуснятина. В магазине не такие, совсем не такие. Он такой, такой карамельный вкусный. Ну, ням-ням. Кэпи-аур в отеле в Сютуне. Ну, так перекусить. Есть пиво, кофе, напитки, вино. Ну, там такое. С 5 до 7. Фу, наелись в этом ресторане, дышать не могу. Вроде тут по чуть-чуть. Там того капельку, того капельку кофе-чашку. Немножко пива, немножко водички. Этой фанты. Немножко кусочек сыра. Того чуть-чуть. Дышать не могу. Так классно. Такая погода зашелись. Я без куртки, а без свитера легком. Свитер, он легкий такой свитер. Так классно. Как я люблю такие эти. Я вышивку делаю, такие дома надо доделать. Старинная вышивка. Я видела видео, как поднимали здесь велики из воды. Такой клешнёй. Ну, этот, вот этот товарищ, вот что стоит. Вот клешня у него внизу. Он прям на баржу скидывал, с воды брал. Там где-то пару сотен этих великов было. Не знаю, воруют и скидывают в реку или что. Понятия не имею. Смотрите, какой дом. Блин. Боже, как... Знаете, на что похоже? На Пенсильванию. Очень много... Мы приезжали там на автобусе, очень много на Пенсильванию. Не знаю, похоже. Вот это, где окна в клеточку. Тёмный кирпич. Смотрите, какие классные дома. И везде крюки вверху. Крюки, чтобы мебель доставлять наверх. А тот дом... Раз, два, три, четыре. Маленький четвёртый. Потом больше. Смотрите, как он туда отклонился. Это классно. Погода шикарная. Сейчас пойдём ходить. Только мы не хотим в красный фонарь зайти с видео делать. Там нельзя. Вот надо смотреть, чтобы... Хочу Королевский дворец посмотреть. Максиме передать привет. Королеве Максиме. Это классно. И погода под фартилом с погодой. Да, сюда надо на пару дней. Вот так голубами, то такое. Смотрите, а там ставни. Гляньте. Кто-то там живёт с 1644 года дом. Я могу, у него скоро сколько лет. Скоро 400 лет будет через 21 год. Не? И стоит, но он уже тоже как-то в сторону согнулся. Смотрите, он отклонился немножко. Глухая котика Китя. Толстая такая. Это ещё не красные фонари, но там уже вот здесь начинается. Там уже нельзя снимать. Мы прошли в Чайна Таун. И здесь снимать нельзя, а то сейчас будут встречать в окна и орать. Можно на кораблике покататься, когда в классе и поснимать. Всё. Вышли мы с красных фонарей. Ой, капец. Я не знаю, не хочу говорить на видео, потому что заблокирует нафиг YouTube. Там музей один был. Ой, интересно, не хочу. Сейчас просто времени нет в музея ходить. И там фото можно сделать, но на YouTube не выставишь. Они заблокируют нафиг мне. Вот такая интересная архитектура. И там такие домики красивые. Мне так понравились. И, блин, нельзя делать фото. Вот типа таких узенькие. Видите эти крюки, чтобы поднимать мебель. Потому что узкие лестницы там не пронесёшь ничего. Мебеля не пронесёшь. Что это? Какая-то церковь. Идём. Идём погуляем чуть-чуть ещё. Смотрите, какая красота. Чисто Пенсильвания. Вот такие окна. И петушок на этом. Наверху. Так, где моя малая? Ага, вижу. Мы завтра хотим очень рано утром выйти погулять. Когда все туристы спят после амфана. Много народа. Такие всякие эти велосипеды там с цветочками стоят. Море. Море китайцев. Море китайцев не дадут фотку сделать. Никакие ставни. Интересно, это оригинальные ставни? Не. Так люблю такое. Я бы ходила, смотрела. Нет времени. Надо было на два дня. Но... Так не хочется лишнее платить. Можно было бы... Смотрите, какие это. Орёл двуглавый. Не знаю, наверное, не видно на видео. Может, видно. Почему? У него Австрия, наверное, нет. Габсбург. Валине, честно говорю. Я не... Но я знаю, что они были под Испанией некоторое время. И они родственники с испанской королевской семьёй. Это голландская королевская семья. А тут балкончик наверху. О, боже, какая прелесть. Надо ещё за сумкой смотреть. Так наверх смотрю. Сумку надо смотреть. Все паспорты, всё там. Вот так надо посидеть. Где-то так. Где-то в таком месте. Немножко позже. Потому что я так наелась, напилась. Наверное, больше напилась, чем наелась. Какие ставни. Так всё рассматриваю. Так в Париж тянет после этого. Опять красные лампы. И я вот думаю, красные лампы это то, что... Там, где нельзя снимать, или не просто красные. Это же уже не красные фонари. Церковь такая, старая церковь. И кафешки. Но всё это народу не очень сидит по кафе. Ирландский пап. Сейчас минуту. Смотрите, какая прелесть. Какой домик. Красные ставни. Эта кровиша. Ой, красота. Потому что как... Не хватает этого в Америке. Не хватает страшно. В Венгрии ходила по улицам. И всё смотрела. И вдыхала этот воздух. Осенний. И кайфовала. И здесь. Ну, здесь бегом, бегом, бегом. Шеплар. Продуктовый магазин. Такой дешёвый. Мы хотим купить орешки, карамели, фундук. В отеле попробовали. Так вкусно. Вот, хотим домой взять. Немножко. Уже завтра будем искать его. О, мама. Мне сюда нельзя. О, вау. Мне сюда нельзя. А вон конфеты. Глина. Это. Магазин. Диабетчики для диабета. Сугарленд. Абишпоп. Такая классная погода. Так тепло. Кулеть вечером можно. Тут ещё на подноги надо хорошо смотреть. И за великами. Там не очень часто быстро едут. Мы хотим попробовать их еду. Голландскую еду. Ничего нигде нету. Ё-моё. Она написала себе список, как еда называется. Какие-то мясные тевтельки. Панировки. В смысле. Картошка какая-то. Ещё что-то. А где их кушать? Где их найти? Мы селёдку уже поели. Поели. Вафли поели. А дальше что? У них то. То индонезийская кухня. То пицца, паста. Короче. Не то. О, грибы продают. Грибы и больше. Magic shuffle. Магические трюфеля. Нам и без грибов хорошо. Можно и без грибов фан иметь. Сифуд. Это что? Какой-то индийский свиньер? Парея. Короче. Нету. Их еды нету. Очень много азиатской еды. Очень много. Но я знаю, что в Индонезии, она была их колонии. Их сюда. Из-за Аргентины. Или что-то. Их сюда. Кстати, полиция мало видела. Очень. Это вроде второй или третий раз полиция увидела звездей. Им сюда дают вид на жительство. Короче, много из Индонезии. И там еще откуда-то много азиатов. Вообще много иностранцев вижу. Полиция. Вот. Ну, сколько всего. Трава, трава. Смокинджей. Дочка рассказывала. Чувака какого-то смотрела. Он такие видосики ездит по миру. Пробует идти к кафе, где... К мариванну. Вот. И говорит, как можно узнать, что подделка или фуфлот продают. Если они разрешают меню сфоткать, то все нормально. А если они утавились, значит, продают какую-то фигню левую. Вот. Ну, я не знаю. У нас дома все в свободном доступе. Поэтому нам этого добра не надо. Тем более, когда ты с паспортом, с деньгами. Да ну нафиг. Оно все дома есть. Вот. И недорого. Ну, сюда в такие места едут. Те, у кого нет... Ой-ой-ой. У кого нету и туристов. Ой, какой дом. Мамочки. Какие окна вот эти. Я не знаю, это стекла или рамы, или что это. Такие стекла старые, что ли. Такие непонятные. А если разобьется, их закажет. А этот дом в 1619 году ему... Ему 400 лет, блин. Был с чем-то. Прикиньте. Вот этот домик. Стоит и ничего не делается. Вау. Какие дома. Но здесь они узкие, потому что надо было раньше налог платить за ширину, за метр в ширину. Они узкие, они высокие. Вот так строили, чтобы налога избежать. Они за окна платили. За окна. Сколько окон в ряд стоит. Там есть вообще самый узкий дом. Он где-то метр шестьдесят, что ли, в ширину. Если завтра увидим, то я покажу. Я его видела. Ну, в прошлый раз было здесь. Ну, тоже так. Набегом. Мы шли, шли и зашли. Там написано было голландская еда настоящая. И так недорого. Потом покажу. Ну, может, это с говядиной. Попробуем. Короче, я попросила пиво, которое меньше всего горькое. Немножко сладкое. Это какое-то... Вот. Thank you. You're welcome. Это какое-то пиво с шесть процентов, между прочим. С ягодами. Что-то такое. Фруктовое. Но такое фруктов не чувствую. Но очень такое... Очень слабо горькое. Но такое приятное пиво. Я не любитель пива. Я люблю больше сайдеры. Яблочный попробовала. Очень понравился. Вообще шикарный сайдер. Сейчас здесь еще и малиновый. И эти шарики мясные запанированные. Но они очень горячие. И мы попросили вот этот. Он стоит 3,50. Ну, чуть-чуть там. Но нам больше не надо. Это типа джин, но не джин. Но он такой, как шелк. Я вот не люблю вот такие шаты. Я вообще шаты не пью. Я коктейли. Я по коктейлям. Но этот так легко зашел. Прям пьешь. И как будто ты шелк пьешь. Ну, не масло. Но очень мягкий. Очень мягкий напиток. Вот там написано, что после него хорошо пивом запилось. Ой, буду хорошая утром. Смотрите. Люди покупают здесь свою бутылку. Здесь держат. Приходят и здесь выпивают потом. Прикольно. Значит, место популярное. И вот можно купить у них. Но мы уже купили в Венгрии вино. Такайское. Такое самое крутое. Тут нету места на такое. Но может в... Не знаю. Я не по такому алкоголю. Это для меня крепко слишком. Хотя оно клевое. Там маленький гилдбакс. За 25 евро можно бы купить. Look. 25 евро. Это маленький. Но я не по этому. Я не по этой части. Я не люблю такие шатты. Вообще водку не пью. Такого не пью. Там виски всякие, джинны. Но попробовать надо было. Покупать я такого не буду. У меня, кстати, есть какая-то бутылка. Какая-то не коктейль. Какой-то ликер голландский. И еще что-то. Но так оно стоит уже лет 6, наверное. Никто не пьет. Мы мало пьем. Мы по коктейлям. Такое не пьем. Пиво не покупаем. Может сайдер раз в год. Сейчас будем пробовать. Но он горячий, горячий. Сколько стоят вот эти 6, а эти 8? По доллару за штучку. По евро за штучку. Но вот это было 3,50. А это сколько стоит? Не знаешь? Ага, посмотрим. Покажу вам. Цены. Кому надо, посмотрите. А где цены? Я что-то не вижу. Цены. Это не цена. Яблочный бандит, но это с яблоком. А это малина. Я малину хочу попробовать. Сейчас попробую. Это яблоко очень клювое. Надо было черри взять. Ой, такая вкусная. Ну, такая... Вау. Я больше не хочу шатом. Не много. Мне нельзя. А вот это такая классная. Ну, как сок с газами. Водичка минеральная. Короче, здесь, наверное, нету никаких процентов, градусов. А может и есть. Что там пишет? Не видно. Сейчас посмотрю на другом. Ну, на вкус такая классная. Слушайте, 4,5 процента. Я вообще ничего не почувствовала. Вообще нифига не почувствовала. А это 6. Я как-то вообще не... Я думаю, вообще безалкогольный. Классно такое. Мягкое... Такое мягкое пиво. Такое... Мягкое, знаете, не горькое. Смотрите, как они налили масло сюда. Сделали такую горелку. Как классно. Вообще классно. И утилизация. Специи. Специи скушать можно. Вкусно? Под пиво как раз. Здесь сцены. Очень, очень недорого. Совсем недорого. У нас это битлбайс. Они очень вкусные были, кстати. Я вот не знаю, как они их делают. Такие окрасные, круглые. Там картошка фирменная фирма с мясом. Очень-очень мягкий смек с молотой. Прям на крем. Вот этот шат уже стаживается на мне. Бери пиво, потому что это мне уже много. Оно мягенькое, мягенькое. Внутри как-то... Перемолотое мясо вообще как крем. Как они его даже панируют, чтобы такие кружочки аккуратные были. Блин, язык запутается, бахнула таких нит. Как его зовут? Янавер. Янавер. Хороший Янавер. Как он меня бахнул. Он спросил у него. Битлз. Битлз. Постерс. Он говорит, один из них здесь жил. Вот это был вход. Его жилище наверху. Он здесь ходил через бар. В эти двери. Открывал и наверх шел. Как классно. Как прикольно. Прикиньте, один из них здесь жил. Такие кафешки я люблю. Вот такие. Европа. Старая Европа. Надо сюда как-то... У нас кот-собака. Куда нам их катаешь? Можно отдать там на месяц. А собаку ставить на месяц? Такой стресс. Надо с собой тащить. Не знаю, сюда можно ли с собакой, например. Такие места. Может и можно. Ну, на улице, если можно посидеть, то можно. Вот я такие места обожаю. Как во Львове. Чисто Львов. И недорого совсем. Как в Львове. Вау. Порт Пайс. Это вот место было. Блин, я такая хорошая, но так классно, внутри такая атмосфера, классно, как я люблю. Вот я бы такой каждый день, но можно обойтись без шата, потому что он мне бы вдохнул до боза. Но мы выпили 29, он, наверное, уже с типами 29 было, а я ему дала 35, говорю. Наверное, с типами уже было, я такая хорошая, что я не посмотрела, но он такой классный был, думаю, хорошему человеку не жалко. Вот я люблю добавить, типа, если хорошее обслуживание, вот, классное место, вот это вот на углу, этот домик такой, я его сразу заприметила, посидеть клёво. В принципе, недорого, потому что у нас было пиво, два сайдера, шат и эти шарики мясные. Вот, и прямо на углу, смотрите, классно, мне очень понравилось, очень-очень, я бы ещё пошла сюда. Такая погода, такая погода, тепло капец, ну, футболку я бы не надела, но в обычном катоновом свитерке так тепло, она в Кашемире и ей жарко. Она мой, мой свитер я ей дала, жарко. Ой, здесь уже эти, это начинается этот, так классно, посидели чуть-чуть буквально, покушали, попили. Такая, я думаю, да, наверное, наверное, здесь нельзя снимать, ну, потому что, когда есть вот такие туалеты, они перед тем, как к девочкам идти, они в туалет идут. Вот здесь, вон, там одна, вот эта. Ладно, я прекращаю, а то сейчас будет орать, в стёкла бить кулаками. Не помню, мы снимали фотку, фотки снимали раньше, мы были здесь где-то лет 15 назад, давно были, она ещё маленькая была, где-то лет 10, наверное, было, 11. Всё, идём, ну, я так наелась этим, напилась, капец, такое хорошее настроение, настроение супер клёвое. Сайдр был очень вкусный, пиво клёвое, хотя я по пиву, я не по пиву, я вообще пиво не люблю, очень редко пиво пью. В Греции пиво вкусное было мне, для меня, не горькое. Вот, то, что горькое, я не люблю горечь, горький вкус. Смотрите, едет кораблик, можно какой-то тур, наверное, взять вечером, и эти все злачные места поснимать. И там бар, блин, как классно. Ну, я такая хорошая с этого пива. Говорит, это Нидерланды, всё хорошо, я говорю, я знаю, знаю. Это классно, классно походить, погулять. У нас даже тротуара нет, чтобы походить. Куда пойдём, шопинг-центр, блин. Не знаю, надо в Европу где-то на месяц, на два ехать с собачкой, как моя сеструха. Они на четыре месяца сюда. Смотрите, какая узкая улица, блин, тут полметра, где-то 70 сантиметров. Метра, наверное, нету, 80. И до конца можно прийти. Не знаю, идём, наверное, не идём, не идём. Там красные фонари ничего не поснимаешь. Мария Ивановна кянет. Ой, такая хорошая после этого бара. Надо ещё куда-то позвать на местах. Я боюсь, потому что у меня в паспорт со мной и деньги. Я всё ношу с собой. Надо бы оставлять в сейфе, но я как-то под надзором на меня. Пока иду, но я не буду себя снимать, потому что я такая хорошая. Катеньки, только не ржите, только не смейтесь. Ой, какая лампа. Только не смейтесь, мы опять переезжаем. Ой, дурдом. В сторону Майами. В сторону Майами. Потому что в Тампе нам скучно. Нам скучно, а нам всё далеко. Я хочу движуху, хочу магазины на каждом шагу. Близко, чтобы... У меня 40 минут в трейдер джоуз. Ну, до Коско 15 минут там. До пабликса 4 мили. Но всё равно. Короче, переезжаем в апреле. Примерно начало апреля. У меня лезть до конца апреля. До 20 какого-то там 8 что ли. Будем сейчас... Едем, когда поедем домой, будем смотреть квартиры. Хочу квартиру. Хочу квартиру. Не хочу дом. Хочу комфорт. Пол, джим, аменитис, гриль. Короче, всё такое. И барахло в сторож. Вот. И в квартире хочу жить. Ну, в смысле, если бы был дом с полом и с грилем, совсем можно было. Но там такие цены на домах дебильные. Не хочу я давать 4-5 тысяч за дом старый. Такой дом, который мы сейчас снимаем, там 5 штук. Я ещё с ума не выжила, ещё будет 5 штук отдавать за дом. Так, квартира стоит где-то 3,5 в хорошем месте. Поэтому переедем в квартиру. Какой-то неплохой, хороший район хочу. Хороший. Там где движуха, где-то там. Ужди Голливуд, туда. Туда, короче. Вот. Посмотрим. Надо посмотреть разные варианты. Время есть ещё полгода. Поэтому надо найти то, что подходит. Чтобы ей нравилось, она со мной будет. Мы решили пока что снимать вместе, потому что смысла нет. Она со мной работает. Вот. И бегать туда-сюда. И, не знаю, нет смысла сейчас отдельной квартиры. Ну, наверное, скорее всего. Хотя, может, если по цене хорошо будет, то можно и две отдельные. Но, скорее всего, три комнаты хотим. Получится четыре комнаты квартира. Просто мне нужен офис. Вот. Я спальня. У меня спальня. И мне офис. И она может в офисе быть на диване. У неё такая работа, что я с компьютером. Вот. Там мне надо офис. Тоже с компьютером. Но у меня несколько компьютеров на столе. Мне нужно место. Мне нужна тишина закрытая. Короче, мне надо офис. Смотрите, бар. Классно. Там едет ещё один бар. Блин, как классно. Народ гуляет. Ё-моё. Надо поехать на подлощу погулять. Бары этого. Бары от детей. Ой, дома всё стоит вот это. У нас там дохрена этого всего. Самое классное. Самое такое покупаю. Не дешёвое там похоже. Короче, хорошие. Хорошие напитки у меня. Но, во-первых, диета. Ну, сейчас диеты нет. Сейчас кушаем в Европе. Нет диеты. Но, когда на диете дома, то не пьём. Потому что коктейли, они, блин, там 500-700 калорий. До хрена калорий. Здесь тоже, я говорю, селёдка. Но мы на базаре ели. Здесь селёдка. Я говорю, я в фильмах видела вот на улице. Идут, и вот там эта селёдка. Надо попробовать. Эта селёдка так классная была. Вот. Смотрите, какая. Блин, я такая хорошая. Сейчас я извиняюсь. Меня бабахнуло конкретно. Этот напиток их 35%. Стыд оба. Я не пью такие крепкие напитки. Я пью сладенькое, лёгенькое. Такая фигня. Идём там где светло, чтобы что-то поснимать. Для вас я уже давно не снимала. Я снимала. Нет времени склеить. Люди. У меня это, не знаю, сколько часов занимать склеить. Наложить голос. Много снимаю без голоса, потому что нельзя, либо музыка, либо что, либо не слышно. Это так много времени отнимает. Это так капец. Я бы снимала. Я люблю это дело. Нет времени. Если бы я ещё зарабатывала, то я бы нашла стимул. Что там зарабатываешь 10 долларов в месяц? Я вас помоляю. Я это делаю как хобби. Кафе наверху. Ориент. Не, я не хочу никаких азиатских. Ну нафиг. У нас этого добра дохина. Мы ищем местные. Какая толстая. Слушай, какая толстая. Не, а? Какой-то опять это азиатская еда. Я не хочу. Хочу что-то датское. Ну, в смысле, дачи. Голландское. Не датское, а голландское. Но у них и нету много всего. Я так поняла. У них вафли. Такая фигня, короче. Ну, я такого не ем сладкого. У меня есть. Я купила вафли в две упаковки. Мало сладостей ем. Я бы хотела какой-то их, так, курицу, какое-то мясо. Это всё. Это она любит такой. Дочка. Я не любитель. Я такое люблю, когда я сама готовлю. Знаю, с чего я готовлю. Я так не очень. Все беги. Такая погода классная. Слушайте, гуляйте, гуляйте. Грибы продают везде. Народа много. Машумс. Машумс. Ага, полиция. Или что-то. Паркинг. Такой дом интересный. Смотрите, на две стороны этот фасад. Типа фасад. Люди развлекаются. Мэри Джейн. Мэри Джейн. Мэри Джейн. Фемейл. Канэб... О, семена. Ох. Дочка говорит, смотри, где мы есть. Самый узкий домик. Это мы хорошо зашли. Метр шестьдесят он в ширину. Но мне кажется, что там больше, чем метр шестьдесят. Народ фоткает. Вот это самый узкий. Они меньше всего налогов платили, потому что только одно окно. Но он долгий, длинный. В смысле. Там как там, что там поместится? Там ни хрена, не помню. Один, койка одна. Смотрите, этот какой. С крюком наверху. Здесь какие-то нищеброды жили. А это что? Какая-то королевская корона. Ворота. Интересно, что за история? Надо погуглить. Какая-то история здесь была. Такой домик. Там кто-то живет сейчас дома. Короче, переезжаем в сторону Майами. Мне народ говорил, что Майами интереснее. Движуха. Вот, а я хотела попробовать Сарасоту. Там Рейдентон, Сарасота. Вот, ну это такое, для семейных. Клевое место, но... Тишина, скукотища, капец. Ну все есть, там новые магазины сейчас построили. Шопинг-центр. Все есть, но... От нас далековато и как-то тихо. Я люблю больше движухи. Вот, мне надо больше движухи. Плюс аэропорт. Канал. Так темно здесь, но свет есть, но на камеру темно почему-то. Народ дома сидит уже. Угу. К этажей дом. Сюда эту мариванну продают. В смысле, какие прибамбасы. Тайм-машин. Барахла всякого, всякого, всякого. Картины. Картины. Местные уже спят. Местные уже дома. Только туристы типа нас ходят, бродят. Еще открыты магазины, между прочим. Мы были на этом автобусе Хапан-Хапав. И он самую большую установку делал около, где бриллианты, короче, продают на завод бриллиантов. Ну, в смысле, Джоэлли. Не бижутерия, а украшения, ювелирка. И там предлагали бесплатный кофе и что-то там еще бесплатное. Если зайдешь, посмотрите их, бриллианты. Я думаю, те, кто ходят бриллианты покупать, им нафиг не надо бесплатный кофе. Смотрите, чурос, вафельки их. И эти вафли бельгийские. Всякого всего. Топпинги. Так интересно. И с этой мариванной фигней. Я бы купила, много чего купила бы. Но таскать мы едем в Турцию на концерт. Потом опять в Германию. Туда, сюда. Таскать эти тяжелые сумки не хочу. Это все, в принципе, можно заказать онлайн. В принципе, можно найти, если очень надо. Но мне не надо. Мне так, по мелочи. Так классно. Кто здесь живет, ходит. Это метро, наверное, да? Метро. Прикиньте в город. Кто здесь живет, может так выйти погулять. У нас негде. У нас, я не знаю, не так. Не хватает вот такого. Не хватает вот так походить, погулять. Хорошую погоду. У нас все на машине. От машины жопа растет. Вот я вам скажу. И так хорошо растет. А здесь я не говорю, слушай, я здесь почти не видела толстых. В основном туристы, наверное, толстые. Все на великах или пешочком. Все стройные. Такие спортивные. Но я, наверное, бы не жила здесь. Как-то не мое. Я бы лучше, может, в Париже. Или, не знаю, в Мадриде, может быть, даже. Здесь нет. Здесь как-то я не чувствую дома себя. Как бы, в смысле, не мой стиль. Так, походить пару дней, погулять, посмотреть, да. Я бы не жила. Это надо, чтобы твое было там лежать. Салоны работают. Обстригутся. Это уже новые пановые дома. Нарихуана их тянет. Отовсюду. Сидбэнк. О, наверное, отсюда и тянет. А, канабис, ага. Здесь вот кафе тоже можно посидеть. И тут кафе. Смотрите, сколько кафе. Где у нас такое есть? У нас все внутри. Старбакс. Смотрите, сколько кафе. Чтобы народ сидит, но недорого. Местным недорого. Должно быть, чтобы местным было недорого. Тогда правильно. Правильно. Потому что если местные не могут купить себе, посидеть, это нехорошо. Такое интересное это, что это, замок какой-то. Что здесь было интересно. Такое классно. Чит-дай. Конфеты, что ли, там. Чит-дай. Такая архитектура уникальная у них скандинавская. Я в этой поездке отдала ей карт-бланш. Пусть решает я. Она все согласна. Народ сидит, гуляет. Клево так. Вообще классно. Кто в Европе живет, тут такая лафа. У кого-то. Это же классно. Так после работы выйти, посидеть с друзьями. Шишик. Шик. Мы зашли в одно кафе. На улице сидим. Смотрите, какие хорошие цены. Смотрите. Я заказала каламари. Они 7,50 всего. Ну, наверное, мало будет. Но все равно такие цены хорошие. И коктейль. Смотрите, как классно. Я люблю такие места. Так классно. Так классно. Простенько. Ну, так как классно. Аперол. Шприц. Это памбузина по-українски. Не знаю, как по-русски. Элдербери. По-моему, 10 евро. Сколько стоит? Сколько? По-моему, 10. Нет? Оу. Оу. I like it. Try. Курят вокруг. Ну, ничего. Ладно. Будем прокурены. I like it. Yeah. Она заказала какой-то джинджер бомбей. По-моему, этот за 10. Снизу второй. Он горький, блин, капец. Капец горький. 10. Это 10 лет. Моя мама. Ну, мы еще каламарь заказали. Я хочу разменять немножко деньги, потому что мелких мало. Хочу разменять. И посидеть. Такая погода шикарная. Смотрите, вот это вот хэппинес. Посидеть где-то. Сколько надо для счастья? Вот. А мы дома сидим вечером, капец. Все-таки в Европе культура такая есть. И выйти где-то, походить, погулять, покушать, посидеть где-то. У нас негде особо. Кафе есть. Ну, таких я не видела. Я не видела рестораны, видела. Вот такого, может, где-то есть, где-то руфтапы какие-то вот такое. Но я люблю вот тихо вот так именно посидеть. Руфтапы не очень. Во-первых, они выпрашивают. Очень громко. Море народа. Заказывать надо. Я хочу вот так пройтись. Вместо есть сел, посидел. Вот так, как в Париж. Я бы хотела вот такое, чтобы у нас было. Невыгодно, наверное. Принести наши каламари. Я не знаю, конечно, каламари в Голландии кушать. Но вот. Ой, горячая мама. 7.50. Они были, а эти по 10, по-моему. Вот эти. Уже 27. Мы уже 35 кинули в том ресторане. Не, сейчас что-то горячее. Оно очень-очень горячее. Мамочки, надо ждать. Такие вкусные эти каламари. Каламары. Соус с чесноком. Обалденно вкусный. Просто реально обалденно вкусный. Знаете, что классно? Они сняли эту пленку. Нету пленки. Какие молодцы. Обалдеть. 7.50. Надо еще заказать. Ммм, как вкусно. Очень клево. Очень-очень клево. Вот такое я люблю. 35 евро плюс. Я ей дала 40. Был 40. Она так обрадовалась. Надо было больше дать. Она такая хорошая девочка. Ну да ладно. Мы уже сегодня потратили 40 и 35, уже 75 евро за два таких. Но я вам скажу, мы много покушали, купили, выпили, посидели. Клево. Я не жалею. Вот. Такие цены. Не знаю, как на камеру видно. Плохо видно, наверное. Мы были в этом кафе Стивенс. Такое обычное кафе. Кафе. Бар, наверное. Девочка хорошая была, приятная. Они так хорошо. Они все по-английски говорят. В Германии были в кафе и ничего, ни слова по-английски. Я не знаю, что она говорила вообще по-немецки мне. Я не понимаю, она не понимает. А здесь так удобно. Они молодцы, конечно. Слушайте, здесь улица по-китайски написана. Такое хорошее кафе. Так тепло. Я куртку вон в руках несу. Классно. Народ гуляет. Будний день. Будний день. Обалдеть. Я сегодня выучила одно слово. О, какой мусор. И голландское слово. Беданкт. Спасибо. Я его выучила сегодня. Беданкт. Такие слова надо знать. Ладненько, мы идем в отель. Хотим пораньше лишь спать. Уже 10 часов почти. Мы хотим утром выйти погулять. Когда мало народу и больше кислороду. Все. До встречи завтра. Пока.